Аллилуйя Знаю, я всё пройду, Ты даёшь силу мне Ничего нет невозможного С тобой видеть глаза начнут Буду грехоподох, Буду верить тебе Ничего нет невозможного Нет, не хочу жить видимым Нет, не хочу жить чувствами И если упал я, ты со мной Я знаю, тебе подвластно всё С тобой знаю, я всё смогу Знаю, я всё пройду, Ты даёшь силу мне Ничего нет невозможного С тобой видеть глаза начнут Пусть грехоподох, Буду верить тебе Ничего нет невозможного Нет, не хочу жить видимым Нет, не хочу жить чувствами И если упал я, ты со мной Я знаю, тебе подвластно всё С тобой знаю, я всё смогу Знаю, я всё пройду, Ты даёшь силу мне Ничего нет невозможного Ничего нет невозможного С тобой видеть глаза начнут С тобой видеть глаза начнут Узы и грехоподох Буду верить тебе Ничего нет невозможного Это даже как бы не проповедь Это как немножко такой библейский Методический момент, да? Ну, есть как бы такое первое Ну, не то, что первое упоминание, да? Ну, первое упоминание о ученике Тимофея Хотя мы знаем, что есть целых два послания И вообще о Тимофее говорится очень много И я хочу просто несколько характеристик Тимофею сегодня дать Апостолу Тимофею Просто некоторые моменты из Писания Что мы видим, да? То есть это конкретно по Писанию, да? То есть вот и первый момент Давайте, наверное, начнём с того Почему о Тимофее говорится достаточно много Вообще в Писании, да? То есть о нём упоминается Если вот так вот посмотреть даже На параллельные места То о нём упоминается и в Деянии И в Римлянах, и в Филиппийцах И в Фессалоникийцах И во многих То есть и Павел постоянно говорит о Тимофее, да? И ну давайте начнём вот с самого первого момента Это Деяние 16 глава И можно ещё раз я посмотрю, что здесь у нас написано Никто да не пренебрегает юностью Твоей Бог мне несколько раз это место Писания говорил Когда я был пастором в Берёзовском Очень сильно, вот Юностью Твоей, но будь образцом для верных в слове В житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте Я несколько мыслей вижу очень серьёзных Которые я вот считаю как главными мыслями проповеди, да? Вот, но я сразу скажу, что Это я, по-моему, уже говорил, поэтому я повторюсь То есть это как бы не новая мысль в этой проповеди Но Тимофей это, наверное, в Новом Завете, скорее всего Это самый яркий пример ученика и последователя посвящённого Это я уже немножко говорил То есть я думаю, что мы не видим библейский Может быть в истории что-то ещё есть Но библейский мы не видим более верного человека Более последователя, который так близко был с Павлом И вот такой вот важный момент на пункт первый Тимофей практически везде и всегда был с Павлом То есть он реально постоянно был с ним Именно только по этой причине постоянно упоминается Тимофей Потому что большая часть, где Тимофей упоминается в Писании Это когда Павел говорит «Привет тебе, Тимофея!» «Привет вам, Тимофея!» То есть Тимофей был рядом И, ну, это вот как я Есть люди какие-то, которые всё равно, ну, большую часть времени со мной И даже бывает, кто-то там звонит, что-то там про пастора спрашивает Даже не знает, что, ну, а я рядом просто Он говорит, ну, что, что, вот сейчас его спрошу Я слышу там такое нервное, как бы это, покрякивание на обратном Уже так начинает человек вспоминать Всё ли там нормально, он говорил, нет Ну, это всё смешно, конечно, но это так бывает Это в качестве шутки Вот, и, то есть, и вы знаете, именно ученика Именно, то есть, я думаю так, несколько качеств, да Постоянное следование, первый момент, да Второй момент, это, ну, это мы видим в Библии И второй момент, это способность учиться Почему? Ещё один момент Никого апостол Павел так серьёзно и регулярно не научает, как Тимофея Можно сказать, ой, Тимофей, наверное, так сильно нуждался на учении Павел что-то ему всё время объясняет И то он ему говорит, не малодушствует То он ему говорит, бабьих басен не слушает То он ему ещё что-то говорит Так вот, знаете как, это не связано с тем, что Тимофея надо было учить Учить нужно каждого человека Не все хотят учиться, повторю В учении нуждаются все и наставления Но научатся только способные И именно, опять же, в послании к Тимофею Павел говорит, что нужно найти кого? Способных научиться и научить Если ты не способен учиться Ты даже можешь пытаться учить Но все твои учения Это пустой звук Потому что хуже нет проповедей Когда человек проповедует, но не может примером своим показать это И показать, что он заплатил за это цену Поэтому я вижу не идеальным Тимофея ни в коем случае не идеализирую То есть для меня он не канонически святой Но я вижу потрясающий, добрый пример И я уже говорил в предыдущей проповеди Что есть факты Я сейчас обязательно прочитаю биографию Тимофея Из библейского словаря Брагауза Это очень авторитетный источник То есть там собраны моменты И там есть удивительные факты Но начнем мы не с этого Поэтому вот несколько моментов Первое, постоянно следует И второе, способен к научению Поэтому послание к Тимофею Самое емкое послание в плане того Каким должен быть пресвитер, пастор, епископ В общем, короче, служитель Есть еще послание Титу Но оно коротенькое И оно немножко дублируется Такое чувство, что Но вот именно Тимофею Говорится о качествах Епископ, пресвитер Какой должен быть И знаете, с одной стороны Можно подумать То есть Павел все время Его как мальчонку Научал, научал, научал Но, ребята, это мощно Это мощно, когда Ты так сильно располагаешь Что тебя постоянно учат Да, вот гордость И я здесь очень сильно вспомню Вы знаете, очень сильную вещь В 2020 году, если вы помните На Варнаве сказал Папа Ильи Он сказал, что гордость Враг ученичества Гордость не позволяет Быть учеником Да, то есть Ребята, это важно Это не адресно Это очень касательно Каждого из нас Мы можем любую минуту Остановиться Давайте 90% наших психований И бросаний колледжов Институтов И так далее Это гордость Да, потому что Где-то там декан Пошутил Где-то сказал Что ты тупой Без мозгов Ну, и ты бы сказал Слушай, тупой Но я пришел к вам Научите, вложите в мозги Обязательно человек Поменялся бы Я серьезно говорю А вот это вот И то же самое В церковь Мы потом приходим Обижаемся На каждом углу Да То есть гордость И почему-то уверенность Что ты что-то Вообще из себя представляешь То есть только сокрушенный Смиренный дух Да Вот это вот Блаженный нищий духом Вот это вот Голод Голод Вот это вот Жажда Духовная И желание учиться Вот это вот Сытость И вот это Вот это, значит Лощеные такие сидят Ну, что вы тут Удивите меня Да, я все знаю Это Это препятствует Очень сильно Духовному развитию Росту Поэтому Тимофей Как ученик Является Потрясающим Примером Того Что я думаю Что из Павла Просто Знаете, я Ведь есть разная Аудитория Для проповедей И я На самом-то деле Мне приходилось Очень в разных Церквях Проповедовать И во многих Ситуациях Вы знаете Вот бывает Вот из тебя Как будто высасывают Вот из тебя Льется Тебе как будто Как пылесосом Да, а бывает Знаешь Ну и что Ну сейчас мы тут Пришли Посмотреть Вот Я не хочу Говорить сейчас Регион Но Где-то по весне Ушедшего уже 2021 года Мы были в одном месте И Как-то так Я не понял Кто там рекламу сделал То ли С фейсбука Как-то Все почему-то Вообще Представители Всех окружностей Церквей Прибежали И это такая Разношерстная публика И я стою Я понимаю Мне никогда Не было так Тяжело Проповедовать Вроде бы Я человек Со стажем Проповедей Я уже И в Пятитысячных Церквях Проповедовал Но знаете Вот этот вот Оценивающий взгляд Ну сейчас Мы посмотрим Ты как будто На смотринах Ты как будто Тебя куда-то Значит На выдание Значит Женить замуж Там знаете Все пришли Наш товар Ваш купец Пришли все Посмотреть Все И ты в этот момент Даже ничего не можешь Потому что Ну потому что Гордость Она не дает людям В принципе Ничего принять Единственная причина Почему мы вообще Проповеди не принимаем Это гордость Поэтому я думаю Что Тимофей имел Вот это достаточно И я думаю Что главной мыслью Да То есть я знаю Что вы благословленные Готовились Но все равно Что бы у вас там Не было прописано В сценариях И что бы Я надеюсь Что все Кто проповедовать Будут в Глории Они слышат меня сейчас Или там Послушают проповедь Но я скажу вам Главной центральной мыслью Должно быть вот это Вот Если ты хочешь быть Тимофеем Как учеником Как последователем То тебе нужно В своей жизни Очень сильно Сломать гордость Потому что Вот это заявление Да я гордый Да я гордый И что Это безумное заявление Потому что На самом деле Мы должны быть Очень смиренные И Иисус Поэтому сказал Научитесь от меня Ибо я кроток И смирен Да С сердцем Я кроткий Да То есть только кроткий Человек может научаться Итак Деяние Откройте пожалуйста Сейчас Деяние 16 главу Деяние 16 глава С первого стиха Дошел он до Дервии Листра И вот там был Некоторый ученик Именем Тимофей Вообще как бы считается Но это Это в словарях Написано Что он Из 70 учеников Но 70 учеников Это ученики Иисуса Христа То есть значит Вот это обращение Было Сразу Да Давненько Но вот эта встреча С Павлом Она первый раз Которого мать Была иудеянка Уверовавшая Отец Эйлин И Ну это греки Которые В Насколько я знаю В иудеиство Да Перешли И о котором Свидетельствовали братья Находящиеся В Листре и Коне Его пожелал Павел взять с собою И посмотрите Что интересно Взяв Обрезал его Ради иудеев Слушайте Павел был против обрезания Он восставал Против обрезания И при этом Он обрезал Тимофея Ради иудеев Вот это вот Вот этот Вот нереальный Вот пример покорности Вот 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 вообще Спрашивали Тимофея Да Ну казалось бы Но мы же все В свободе выбора имеем Да Вот это вот Добровольный дар Знаете Вот Вот как важно Иметь сотрудничество Как важно Да В команде Достичь такого состояния Когда вот Вы все в единстве Но при этом Это реально Все вот Действительно Мыслят И смотрят В одну сторону И действительно Все одинаково Думают Как Павел говорит Умоляю вас Имейте Одинаковые мысли То есть Тут не написано Что он там Дискутировал И я не знаю Вообще Вообще Мысли Тимофея Да Он его Интересно Интересно Он взял И обрезал его Да Как будто это какая-то вещь Знаешь Как будто это ребенок Как будто Не сам он пошел Обрезался Ну то есть Вроде бы он уже был Не того возраста Но он взял его И обрезал Ну то есть Знаете Как вот учитель Взял своего ученика И сделал так Как он посчитал нужно Да еще и ради иудеев Находящихся В тех местах Ибо все знали Об отце его Что он был эллин Ну то есть Там была такая Спорная Вот это вот Момент Да У евреев Это очень важно Все И проходя же По городам Они придавали Верным соблюдать Определение Постановление апостолами Пресвитерами В Иерусалиме И церкви утверждались Верой Ежедневно Ввеличивались числом Пройдя через Фригию Галатийскую страну Они не были допущены Духом Святым Проповедовать слово В Осии Дойдя до Мессии Предпринимали И Тивифанию Но Дух не допустил их Миновав же Мессию Сошли они в Трааду И было ночью видение Вот И тут короче Дальше Что-то Господь делает То есть То есть Тимофей был Как бы Таким ближайшим Помощником Павла Они вместе Утверждали церковь Да Но Он не имел В тот момент Какой-то сан Но при этом Вот Теперь давайте Очень быстро Да Ну Главным источником Что мы можем знать О Тимофее Это послание Тимофею Два послания Как бы Павел Через Тимофея Говорит в принципе Всем нам Говорит Всем церквям Но при этом Есть какие-то моменты Качественные Которые мы можем Видеть Мы можем Судить О взаимоотношении Между Павлом И Тимофеем Мы можем Видеть И вот я еще раз Хочу эту подчеркнуть Мысль Да Очень навязчиво Что у Павла Было сильное Дерзновение Говорит Тимофею Я признаюсь вам Как пастор Я не имею Всем Одинаковое Дерзновение Говорит И это не вопрос Сегодня там Любимчиков Нелюбимчиков Это вообще какая-то Старая языческая Тема странная Приближенный Неприближенный Подмазался Не замазался Если вот эти Уличную лексику Мы не оставим Ребят Никакого помазания Не придет Это все странно Это все В тюрьмах Вы получали Вот эту школу Ну серьезно Во дворе Вы получали Эту школу Оставьте Друзья мои Послание Об одежде Закончилось С уходящим 2021 годом Кто ее В 2021 году Не снял Катастрофа Голый Будешь ходить Я не имею Я задал вопрос Но только Два или три человека Мне написали Фамилии Говорить не буду Они меня спросили Простой я Или непростой Ответ был Кстати Этим всем людям Одинаковый Ты был далеко Непростой Но ты сейчас Очень серьезно Продвинулся В простоте Наверное Это касательно Многим Второй момент Задайте Мне вопрос Или задайте Вопрос Тому Кто Ваш лидер Так же Духовный Может и Сужение Имею ли я Дерзновение Говорить Вашу жизнь Потому что Я честно Скажу Если Самое Дерзновение Это Процентов 5 людей Дерзновение Это Процентов 10 Если Полудерзновение Процентов 30 Остальное Я не имею Дерзновение Потому что Чтобы говорить Дерзновение Это же Надо понимать Что Твое мнение Оно Важно И что Оно Вообще Нужно Понимаете Когда люди Просто Ну Поступают И Ставят меня Перед фактом Ну Я понимаю Что здесь Вообще В принципе Ну Бесполезно Что-либо Говорить Да Но Здесь я могу Приобретать Власть Свою Да Есть Определенные Вещи Которые Бог Мне дал И это Уже Если 30 лет Назад Я бы Тормозился И Наверное Б Рабел То Сейчас Я просто Использую Кстати Достаточно Спокойно Я Использую Эту Власть Потому что Господь Наделил Меня Определенной Властью Я имею Право Делать Какие-то Вещи Вот И я Наблюдаю За Сергеем Васильевичем Лиховским Наблюдаю За некоторыми Божьими Людьми Они Как-то С властью Спокойненько Все делают И разбираются Так как Они Потому что Их не человек Поставил А Господь Поэтому Чтобы Расти Нужно Быть Смиренным И чтобы Человек Который Может влиять На тебя Он Дерзновение Говорить В твою жизнь И вот Я вижу Что апостол Павел Имел Огромное Дерзновение Говорить В жизнь Тимофея Поправлять Его Объяснять Ему Направлять Его То есть Вы знаете Я не знаю Почему Но это Сугубо Сейчас Мое мнение И это Ни в коем Случай Не рождает Никакое Учение Но еще раз Хочу сказать Что если Мы Божьи Мы его Собственность И вот Интересно Апостол Павел Я часто Слышу Так вот Распоряжаются Я чувствую Собственность Чья-то Слушай Ну ты в принципе Собственность Христа Если ты собственность Христа То Бог будет использовать Какие-то инструменты В твоей жизни И Ну вот Мне странно Леш Ну Ну знаешь Вот Пастор Игорь взял Алексея Захарова И обрезал Его ради Израиля Да Ну это как-то Ну странно Но если бы ты еще там Ну там Василий Писушин взял Там Елисей обрезал Ну понятно Елисей сам себя не сможет обрезать Да Все Евреи живущие Не в Израиле Они обрезываются Под наркозом Но в Израиле В Израиле Обрезание под наркозом Не считается Настоящим обрезанием Это Вы что В обрезании Есть один момент Должна быть боль И вот духовное обрезание Это то же самое Это то же самое Когда нас Бог обрезает И мы испытываем Какую-то боль Ну это часть нашего завета Что-то с нами происходит У нас что-то У нас что-то ломается Умирает Но если мы сейчас Потом было время Мы дарили Эти словари Всем кому не лень Вот поэтому Они есть Сейчас это все Электронно Но мне нравится Вот бумажный вариантик Да Мне нравится Толстая обложечка Мне нравится Когда ты вот Кладешь Я знаете Иногда так По книжному Готовлюсь Обложу себя Вот такими Толстыми книжками Там полистаю Тут полистаю Это очень приятно И поэтому Ребята Значит Гордость Это первый враг Ученичества Второй момент Давайте Вернемся Да Вернемся Второй момент Враг ученичества Это независимость Вы знаете Мы должны получить Независимость Только в одном случае Независимость От Но даже независимость Немножко не то слово Свободу От демонического мира И от Власти этого мира Знаете Но когда мы приходим К Господу Мы получаем Стопроцентную Зависимость от Него И вот эта Независимость Вот это Я сам себя режиссер Ребят Это не Божий дух То есть Вы если Перевернете Все Писание Вы увидите Это все Левак И когда люди Вот это Знаете Тормоза спускают Крыша едет Не спеша Шифером Шуршит И там Человек куда-то прет Что-то себя набуробил Ни с кем не советуется И в эту минуту Знаете Мне очень часто Нет ответа Насчет других людей Я верю Что Бог Хочет каждому Дать личный ответ Мне дает подтверждение Но знаете Когда человек Напролом Нагло Знаете Заявляют Я уверен Знаете 99% Я слышу от Духа Это я не говорил Я не посылал Это не от меня Знаете Вот здесь Вот Очень важное Качество Которое имел Павел И которое он хотел Передать Тимофею Давайте так У Тимофея были Хорошие качества Хорошие Мужественные качества И были И были Слабенькие качества Вот У него было Качество такое Это вот именно Смирение Последовательность Но вот Мужество Да Ему нужно было Вообще Будь тверд и мужественным Да Одно из важных Ключевых моментов Быть посланником Бога И последователем Это быть очень твердым И мужественным Да Как это сочетать Кротким Смиренным Мягким И при этом При этом Несгибаемым Да То есть Сгибаемым перед Богом Несгибаемым перед Ялом У У Эрика Принца Есть потрясающая проповедь Я когда-то Взял основу И проповедовал на тему Да Он говорит Что Христос Это Агнец И Лев Он В себе Сочетает Два мощных Качества Скажите пожалуйста Вообще Что-то есть Общее Между Агнецом И Львом Но это Север и Юг Это Север и Юг А Иисус Он Агнец И Лев И вы знаете Вот Вот быть Агнецом Перед Богом И как овца Быть Чтобы меня Повели на заклание И как Агнец Перестригущими Быть безгласным Но Но при этом Быть Мощным Львом В духовной Борьбе Когда дьявол Пытается тебя Остановить Когда человеческое Мнение Пытается тебя Сломать Когда Какие-то Контролирующие Вещи Пытаются тебя Вот это Вот то Чему нужно Учиться Всю жизнь Потому что Люди Очень сильно Путают И часто Христиане Они такие Кроткие Агнцы Перед дьяволом И такие Львы Перед Богом И они Так сильно Идут Как кошечки Знаете Кротенько Так За Людьми Которые Используемые Не Богом И так Знаете Рычат На людей Используемые Богом И тут Надо Не перепутать И Мужество Это И твердость И несгибаемость Это вот Качество Которое Должно быть Сформировано В каждом Пастыре То есть Если пастыр И поэтому Павел Говорит Тимофея Молодуши То есть Если вот этот Пастыр Флигель Знаете Говорит Ой у нас Такой хороший Пастыр Ну Такая ручная Котик Такой Знаете Я понимаю Каждому бы хотелось Такого иметь Но Это несчастная Церковь И скорее всего Это Церковь Наполненная Универсализмом И Всякими Коммунизмом И это Церковь Где Правит Всем балом Либерализм Потому что Одно из таких Наверное Важных Посланий Прежде чем Мы сейчас Почитаем Я еще Хочу обратить Ваше внимание И Один из Главных Стихов Кстати Я хочу С вами Поделиться И Андрею Мне Бог Говорил Очень Много Ну Вот Допустим Ну Давайте Уйдем От Тимофея Послание Титу Сие Говори Увещавай Обличай Со Всякой Властью Чтобы Никто Не Пренебрегал Тебя То есть Пастор Это Человек Который Должен Научиться Увещевать С Властью И Чем Больше Власть Это Будет Знаете Я заметил Когда я Вошел Во Власть Когда я Поверил Власти Да То есть Я стал Менее Истеричным Я заметил Что Когда я Говорю Со Властью Я Говорю Достаточно Спокойно И Очень Уверенно Иисус Говорил Со Властью И Вообще Ну Понимаете Вот Это Вот Крики Истерики Это Часто Признак Слабого Человека Да Ну То есть Мы Знаем Да То есть Ну Даже Вот Ну К сожалению Так Мама Там Что-то 35 раз Скажет Ребенку Покричит На него Ноль Внимание Папа Зашел Просто Спокойно Сказал Ребенка Как будто Пригвоздило Да То есть Это Есть Некая Власть И И Вот Какие-то Слова Странные Апостол Павел Использует Вот Он Говорит Это Одно Из моих Любимых Мисписаний Не потому Что Знаете А Потому Что Это Стержень Пастора И Знаете У нас Была Такая Неприятная История У нас Был Такой Ну Я бы Не Сказал Что Раскол Но Это Был Как раз Первый Такой Момент Когда Один Человек Очень сильно Так Выкристаллизовался В нашей Церкви И так Очень Ну Рьяно Пошел Против Меня И до Сих пор До Сих пор Как-то Сейчас Я так Чувствую Что Есть Определенный Божий Суд В жизни Этих Людей Там Не Все У них Просто Поэтому Они Так Немножко По 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 Успокоились Но Я помню Что Именно На Этом Служении Бог Дал Мне Вот Это Слово Говорить И Мне Тогда Параллельно Андрей Кудрявцев Скал Что Ему Бог Открыл Это Слово Интересно То Мы Не Общались Я Помню Этот Человек Он Просто Встал Демонстративно Ушел Из Зала Когда Шла Проповедь Об Этом И Вот Интересное Место Писания Второе Послание Тимофею Опять Все Тимофею Сегодня Все Только Про Тимофея Четвертая Глава Второе Послание Тимофею Четвертая Глава Откройте Пожалуйста И Второй Стих Второй Стих Проповедуй Слово Настой Вовремя И не Вовремя Обличай Запрещаю Вещевай Со Всяким Леш Что Сегодня Будет Среднестатистической Либеральной Церковью Когда Пастор Скажет Я Запрещаю Да Ну Ладно То есть Обличаю Это уже Сегодня Просто Почти Ругательно Да Но я Запрещаю Кто Такой Что Ты Меня Запрещал Тут Написано Запрещай Увещевай Обличай Со Всяким Долготерпением И Вот Настой Вовремя И не Вовремя Знаете Это Вот Какой Интересный Момент Потому Что Ну То 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 Знаете Ну Часто Можно Сказать Человеку Слушай Ну Ты Как Б Круто Все Говоришь Ты Молодец Но Ты Как Ты Не Вовремя А Павел Говорит А Ты Не Бойся Пусть Это Будет Вовремя Пусть Это Будет Не Вовремя Но Ты Ну Что Такой Настой Ну В Новом Переводе Написано Ни При Каких Обстоятельствах Не Переставай Не Переставай Да То Что Бы Не Было Что Бы Не Происходило Как Бы Как Обстоятельства На Тебя Не Влияли А Вот Еще Один Хороший Перевод Вот Еще Один Очень Хороший Перевод Смотрите Когда Это Тебе Удобно И Когда Не Удобно Когда Тебе Это Удобно И Когда Не Удобно То Есть Даже Если Не Все Получается Даже Если Ну Наверное Современный Аналог Слова Будет Неуместно Даже Если Это Да Будь Настойчив И В Удобное Неудобное Время Да Как Б Идет Такое Повторение Да То То Знаете Как Получается Что Неважно Даже Если Это Чуть Чуть Неуместно Даже Если Нелепо Знаешь Ты Должен Научиться Быть Очень Настойчивым Ты Должен Научиться Быть Очень Настойчивым Человеком И Ты Должен Научиться Стоять На том Что Тебе Открыто Знаете Интересно Что Это Качество Положительное Да То Павел Увещевает Тимофея Что Пастор Должен Быть Настойчивым В любое Время И Должен Быть Способен Обличать Запрещать Увещевать Да Долготерпением Назиданием Понятно Но это Пастору Говорится Попробуйте Каждый раз Когда вы только Начнете Это делать Вы никогда Не будете Долготерпеливы У вас будут Трестись Ручки Ножки Коленки Голос Будет Срываться На фальцет И так далее Но когда Вы входите Во вкус Когда вы Получаете Эту власть Мне всегда очень помогала Моя Галина Николаевна Когда она В самом начале Очень меня раздражала Кстати Когда она мне говорила Чего ты всем доказываешь Что ты пастор Ты в это сам повери Вообще И Вообще Будь проще Люди за тобой потянутся Я ненавидел эти все фразы Но это действительно так Потому что Я сейчас никому не объясняю Что я пастор Я просто знаю Что я пастор И все равно Что вы думаете об этом Я же знаю Что я просто пастор Понимаете Ну это же Ну если вы не знаете Ну не верите Что я пастор Ну вам не повезло Просто в жизни Ну что-то звезды Над вами не сошлись Понимаешь И судьба вас не поцеловала Но кто принимает меня Как пастора И просто Вот его судьба поцеловала И скорее всего Этой судьбой Называется Бог Аллилуйя Пастор не способный Быть настойчивым Это Это очень опасный человек И он скорее всего Наемник И но Я скажу Что в своей жизни Я часто слышал Это к сожалению Как будто В укор Как будто Мне это Немножко предъявляли Как слабое качество Но не слабое А как отрицательное Качество Мой характер Пастор говорит Такой настойчивый Да Он будет стоять До последнего На своем Но я не на своем стою Кстати Мартин Лютер Его известная фраза На всем стою И Мартина Лютера Ничего не сломала Вообще Знаете Если есть возможность Посмотрите Мартина Лютера Вот этот фильм Вот этот фильм Последний там Ну он уже кстати Не новый Да Он где-то Лет 20 назад Скорее Я в наш кинодел Сразу смотрю Лет 20 назад Он снимался Потому что я его смотрел Знаете Когда в 2006 году По каналу культура Он шел Потрясающий фильм Знаете Ну Лютер Лютер там Весьма сумасшедший Чел Он очень Нервный Ну потому что Вообще Если вы читали Биографию Лютера Это очень Нервный Это очень Психо Такой Знаете Неврастейник Потому что Ему приходилось Отстаивать Ему приходилось Постоянно С этими Попами Католическими Сражаться Его же постоянно Хотели убить Он постоянно Подвергался Ну и Будучи монахом Может там Что-то Стряслось Немного Понимаете Потому что Он же себя там Совершенно Бичевал А вот По каналу культура Показали фильм Вот там Лютер Весьма сумасшедший Он там Какие-то вещи Такие творил Которые бы Знаете Это такой Лютер Когда бы Такого Лютера Каждый Наверное Пастор бы Обязательно Или огню Придал бы Или бы Из церкви Отлучил В принципе Так и сделали Он был Весьма сумасшедший Но он был Великий реформатор Но Любого реформатора Бог будет Очень сильно А это как Алмаз Который нужно В гравировочку В огранку Да И нужно Нужно обточить И знаешь Если ты призванный Богом человек Бог сильно Тебя будет обтачивать И вот Вопрос того Как Когда ты позволишь Богу Тебя самородка Очень хорошо Обтесать И Просто вот Туда вот Поместить Куда нужно Вот Вот это и есть Когда ты позволяешь Богу Довести дело До конца Своей Жизни Поэтому Вот давайте Вот это местописание Если можно Оставьте его Пока Убирайте его Почему Нужны были Эти Качества Тимофею Я сейчас Быстро Очень Прочитаю Биографию Его И вы поймете Почему Дело в том Что Тимофею Я не знаю Почему так Дело апостол Павел Об этом Историю умалчивает Но Тимофею Приходилось Разрешать Очень часто Конфликтные Ситуации Между Там Пасторами И даже Епископами И Будучи молодым Почему Вот эта Центральная фраза Да никто Не пренебрегает Юностью Твоей Павел Делегировал ему Своё помазание Как верному Человеку И делегировал Ну знаете Давайте Я буду сейчас Свободен Потому что Я очень сильно Прорвался Последнее время Ну вот Современным Языком Вот это Такой Тимофей Был такой Прилипало Который Знаете Там Знал путь Как Павлу Подлизаться И поэтому Павел ему Очень много Доверял Это я сейчас На современный Язык перевел Библию Понимаете Да То есть Я же вам говорил Я бы очень сильно Хотел на современный Язык Что-то перевести И Это так Вот я вас уверяю Потому что слушайте Что я вам сейчас Читаю биографию Тимофей Апостол Из 70 учеников И спутник Апостола Павла Отец его Был Эллен Мать еврейка Глубоко преданная В вере Отцов с юных лет Внушившая Своему сыну Любовь К изучению Священного Писания Это Это все Что я сейчас говорю Это все Доказывается Писанием Да Павел Помните Пишет Что ты С детства Там И это Евника Твоя бабка Да Там Кто там Еще В общем Вот это все Еще какая-то Ладяки Лаида Бабка И мама Евника Вот И Отец Тимофей Если не был Празелитом То в всяком случае Дозволил Воспитать Своего сына А значит Он все таки Не принял Эту иудейскую веру Он не был Празелитом Своего сына По правилам И обычаям Иудейским К вере Христовой Тимофей был обращен По всей вероятности Самим апостолом Павлом Почему он В 70 учеников Считается Я не понял Когда тут Первый раз Приходил с проповедью Евангелия Ликаонские города Получив От Тимофея Похвальные отзывы Со стороны Братей Листры Иконии Лично удостоверующих Его высоких Нравственных Качествах Апостол избрал Его в проповеднике Евангелия Мы видим Тимофея Всегда сопровождающим Апостола В его всех путешествиях Помогающих ему В проповеднических Трудах Исполняющим Постоянные Его поручения Со словом Назидание Утешение Разные христианские Общества То есть он был таким Неким посыльным Павел его постоянно Куда-то отправлял Он прошел С апостолом Павлом Фрегию Галатию Мезию Македонию И отправился Из Филипп Для укрепления Христиан вере Остался на некоторое Время там Точно так же Он оставался На время вере Из Афин По поручению апостола Отправился В Фессалонике Для утверждения Тамошних христиан Претерпевших Гонения В Каринфе Он пробыл С апостолом Павлом Около полутора года При нем апостол Написал здесь Оба послания Фессалоникийцам По возвращению Апостола из Иерусалима В Ефес Туда прибыл К нему и Тимофей И получил от него Поручение Отправиться в Македонию Для сбора Милостыней Для бедных христиан Между тем В Каринфинской церкви Произошли беспорядки И для восстановления Правильного течения Церковных дел Павел отправил туда Кого? Именно Тимофея Затем мы встречаем Тимофея Вместе с апостолом В Македонии Куда последний Прибыл из Ефеса В следствии мятежа Произведенного Серебренником Дмитрием Это мы видим В Деянии апостола Из Македонии Апостол отправился В Ахаю Грецию И по обещанию Посетил Каринфинскую церковь За ним следовал И Тимофей Как видно Из послания К римлянам Написанного Именно в это время Из Каринфа Павел отправился В Сирию И Палестину Для передачи Денежного сбора Бедным Палестинским христианам В этом путешествии Сопровождал его И Тимофей Оттуда он отправился В Трааду И ожидал там апостола Далее в истории жизни Тимофея Оказывается Значительный пробел Он напоминается Вновь Уже при первых узах Апостола в Риме О бытности его С апостолом в Риме Говорится в посланиях К колоссянам Филиппийцам Филимону Из послания Филиппийцев Кроме того Видно Что апостол Павел Намерен был послать Тимофея Из Рима Филиппы В послании к евреям Тимофей представляется Узником И получает свободу Вместе с апостолом В Малой Азии Апостол посвятил Тимофея В сан епископа Ефесской церкви После чего Написал ему Из Македонии Своё первое послание Обязанности Возложенные на Тимофея Были настолько Нелегки И настолько Сложны Что Тимофей Несмотря на свою Молодость и юность Должен был управлять Пресвитерами И многие Из пресвитеров Были старше Его по летам И по опыту Распределять между Ними вознаграждения Разбирать Расприи Жалобы Заведовать делами Благотворения Женских общежитиях Рукополагать Пресвитеров И дьяконов Ему приходилось Умиротворять Недовольных Его главенством Да и самим Апостолам Которые иные Считали неспособным Со старостью То есть Были люди Которые поднимались Против апостола Павла Говорили он старикан Какого-то молодого Тут назначил Интересная история Совершенно не напоминает Современное время Это очень интересно Это нужно изучать И Которые считали Неспособным Со старостью К дальнейшей Апостольской деятельности Апостола Павла И то что он может Управлять церквями Пользуясь Продолжительным отсутствием Апостола в Ефесе Появились Самозванцы Выступившие С новым вероучением Отвергающие Авторитет Апостола Павла И в своем первом Послании к Тимофею Апостол Павел Дает ему ряд наставлений Как действовать В столь затруднительных Обстоятельствах Рождается Вот это местописание Проповедуй слово Настой вовремя Не вовремя Обличай Запрещай Вещавай Со всяким Голопитепельным Знанием Сейчас посмотрите На это местописание Через призму Обстоятельств Когда Стареющий Павел Которого скоро Заберут в тюрьму Которого критикуют И не признают Власть Тимофея Отвергая власть Павла И Павел говорит Неосмотря на все это Будь твердым Будь мужественным Настой Единственным Наверное Примером Последователя Как Тимофей За Павлом Мы Наверное Можем только привести Пример Елисея И Или Да То есть Мы видим здесь Такой Ну яркий пример Тоже Когда он не оставлял его И получил Двойное помазание Павел дает ряд Наставлений Как действовать Предвидя свою близкую Кончину Апостол Написал Тимофею Второе послание Вещевая его Возгревать Полученное им Через рукоположение Дар Божий И предсказывая Какие еще тяжкие Дни Ожидают церковь Указав на свое Одиночество Так как все его Сотрудники За исключением Луки Оставили Его Как апостола Павла Апостол просил Тимофею Прийти к нему Возможно Скорее Скончался Тимофей Смотрите Ну это история Да Этого нет в Библии Но это история А мы знаем историю Как скончался Апостол Павел Да Говорит Ему отрезали голову Петра Тоже мы с вами знаем Повесили Вниз головой На кресте И вот смотрите Скончался Тимофей Мученической смертью Можно сказать Погиб Такой же Мученической смертью Как Погиб Стефан Да То есть То же самое Забили камнями Только там Это делали Иудеи А здесь Делали язычники Толпа бросилась На него с палками Забросали его камнями Полагают Что Тимофей Был епископом Ефеса 15 лет Поэтому Мученическую кончину Его можно отнести К 80 году После Рождества Христова Да Ну то есть Он Вековечена Православной Церкви Празднуют Кстати 4 и 22 января То есть Январе два раза И там Его мощи Почитают И так далее И так далее Вот По Посланиям Апостола Павла Издано Больше всего Толкований В христианском Мире И в православии И в том числе Прежде всего В евангельской Среде Да Потому что Послание Тимофею Это не послание Тимофею Это послание Любому пастору Это послание Духовенству Это послание Священству Это послание Всем нам Какими мы должны быть Служителями Да И Вы знаете За вот этим Наставлением Да Стоит Мощный пласт Взаимоотношений Давайте скажем Что секрет Тимофея Был во взаимоотношениях Если бы Тимофей Не имел Мощные Глубокие И Сын мой Тимофей Пишет Павел Отцовско-сыновские Взаимоотношения Он бы не получил Такого огромного Багажа Наставления Да И Друзья мои Я думаю Что самое время Раз у нас такая тема Вернем Можно баннер вернуть Давайте Взглянем в свою жизнь И Зададимся вопросом Что в моей жизни Мешает мне быть Истинным Тимофеем Истинным последователем Вот эта тема Она где-то немножко родилась Два месяца назад Слушайте, ребят Ну за два месяца У нас произошел Огромный переворот То есть такое чувство Что Бог перевернул Какие-то пласты Давайте все встанем Просто придем Присутствие Божие И просто скажи Господу Господь Я прошу Тебя Открой Покажи мне В моей жизни Что сегодня Мешает Что сегодня Вообще Противится В моей жизни Быть истинным Учеником И последователем И последователем Да Просто посмотри Скажу Вот для меня Андрей Это истинный Тимофей Один человек Сегодня ее нету В церкви Она один раз Сказала Когда он был еще Пастором Березком Она сказала Знаешь Вот Андрей Истинно твой сын Вот я вот смотрю на него И И я сразу Конечно Андрею Это слил Быстренько Вот И это так Да То есть Конечно Конечно Как и у Взаимоотношения Отца с сыном Могут быть сложности Могут быть трудности Ну Вот Возле Леши стоит Тимофей Хотя его не Тимофей зовут Вот Тоже красиво зовут Да Вот Но тем не менее Да И вы знаете Чтобы быть Тимофеем Надо быть человеком Взаимоотношениях Чтобы стать Настоящим Тимофеем Надо Стать человеком Вообще Пастор Служитель Не может не быть человеком Не взаимоотношениях Я все равно буду стоять Даже если мне это будет стоить Вы знаете Когда мне пасторы заявляют Епископы заявляют Что они интроверты Что их люди По большому счету Раздражают Что им надо По одному побыть Я считаю Что это какая-то глупость Это не соответствует Действительности Это не может быть так Но тогда Ты не пастор Да Тогда ты наемник Да Иисус уходил В потаенные места Но потом все время Возвращался И вот этот вот Потрясающий кадр Когда Осечка произошла У Пети Нашего Дорогого апостола Пети Когда он там Просто В очередной раз Навалил какую-то фигню Наговорил Набуробил Когда он стал Объяснять Нам хорошо здесь Делаем тут Трекущие Да То есть Это совершенное Отсутствие понимания Что Быть Со Христом Это всегда Смотреть назад Где люди Это всегда Разворачивать Свой взгляд К людям Родной Если тебя Раздражают люди Если тебе все время Так Где-то хочется Укрыться Да Вот то Что мы сегодня Разговаривали с одним Человеком И она сказала Что Ну вот я поняла Что Да Наверное Ну скорее всего Но в Библии Вообще этого нет Это вообще психология Понятие своего Пространства Но Но вы знаете Вот Но любой пастор Он проходит Часто ситуация Вроде бы Вот у нас есть квартира Мы там можем даже закрыться Но мы с Галиной Николаевной Сотни раз Попадали в такую ситуацию Как только мы Провозглашали выходной И говорили Что все Сегодня мы никого не принимаем К нам обязательно Приходили толпы Вот вы знаете Вот у нас есть Галина Владимировна Да Она не первая Пришла в церковь Ее пришел сын Со своей Тогда Сожительницей Но сейчас Сейчас Ольга живет В Новосибирске Периодически всплывает Иногда даже На миссию жертвует Да Вот Ну у нее Какой-то такой путь Произошел И вот я помню Знаете Я только сказал У нас сегодня выходной Все с детьми Раздался звонок Я открыл дверь Там такой шкаф Два на пятьдесят стоял То есть Сережа Авдеев Он просто карлик По сравнению С той машиной Которая стояла И знаете Там сразу видно Что парень Ну нормально Не из консерватории То есть Знаете У него прям реально написано То есть мне даже не надо было Кричить Что он наркоман И знаете такое Пастор Игорь Голоскубов Здесь живет И первое Что мне хотел сказать Я не знаю его Дяденька И закрыть дверь Говорила мне Мама Не открывай волку дверь Вот И я сказал Это я И он говорит Слава Богу Что я застал вас И я понял Мне еще холод пошел И мы говорили Это четыре часа Он покаялся Помнишь Галя Это потрясающее время А еще один момент был Когда мы поехали в отпуск И сказали Все мы в отпуске Никаких Евангелий Никаких проповедующих И поэтому Все родственники Галины Николаевны Не просто покаялись Но приняли водное крещение В то время Что я имел Мы имели конкретную опасность Мы уже переезжали В Кемерово И мы чуть-чуть Не зависли В Тольятти Тогда мы хотели Остаться в Тольятти И начать там церковь Тогда еще Только это Гельманова Не было Да С его многочисленной церковью Вот Но мы Это действительно То есть Понимаете Друзья мои Быть со Христом Это не принадлежать себе Это принадлежать Богу И быть служителем Это принадлежать людям И вот Один из моментов Почему у нас Происходят существенные Разделения в церкви И люди Периодически Оставляют меня Как служителя Они не разделяют Со мной Вот эту главную Концепцию Быть Служителем Бога Это Любить людей Они будут тебе Все делать Как младенцы Ты его обнимаешь Он тебя Неожиданностью Там Одаряет И все Да Вот у меня Кстати Кстати Меня Елисей Ни разу Еще не одарял Неожиданностью Но Отрыгивал Очень Вчера так Смачно Отрыгнул Вообще Знаете Так Но 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 Вы знаете Но если ты любишь Это Мне нравится Как Васю Все говорит Ты чувствуешь Он молоком пахнет Я просто молоко Не люблю Поэтому Если быть Газировкой Кока-колой Но Знаете Вот это Есть любовь Когда Тебя не раздражает Человек Ты чувствуешь Он Он Тебя там А ты Чувствуешь Он молоком пахнет Это настоящая любовь Друзья мои Давайте помолимся Давайте поднимем руки Скажем Господь Я хочу быть человеком Взаимоотношении И если что-то во мне есть Да То есть Во-первых Во-первых Попроси Бога Сокрушить гордость И независимость Которая является врагами Того Чтобы ты стал Учеником И последователем И второй момент Очень важный Глубокий Стань человеком Взаимоотношении Понимаете Чтобы проповедить Евангелие Чтобы достигать цели Нам нужен ресурс Нам нужны деньги Не надо этого стесняться Нам нужны мощные Всякие Технические средства Но это все Это все Асфальт Который есть на небесах Это совершенно Не важно Если нам надо Выбирать Между Между деньгами И людьми Божий человек Всегда выберет Людей Он никогда Не выберет Деньги Может быть После этого И не будет Какое-то время Денег Но если ты Выберешь людей Если ты их взрастишь Если они станут Твоими сыновьями То вы вместе Потом и деньги Найдете Для Божьего дела Но самое главное Это быть человеком Взаимоотношений И любить людей Давайте прославим Господа Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего Осуществляет Миссионерское служение В разных городах И странах Таких как Индия Кения Конка Камбоджа Таджикистан Монголия Тыва Южная Корея Вы можете поддержать Миссионерское служение В этих странах И стать участником Мировой жатвы Осуществить пожертвования Очень легко На сайте церкви Вы можете пожертвовать При помощи банковской карты Или через банковский счет Реквизиты счета Указаны на сайте В разделе пожертвования Мы благодарим вас За вашу поддержку И участие В миссионерской работе Пусть Бог Благословит вас